Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Всем хочется получить ранний урожай, особенно вот нам, жителям сибирского региона или других холодных таких регионов. И все мы задумываемся, ищем какие-то методы, способы, как все-таки получить ранний урожай, чтобы хотя бы уже не к концу лета, пусть даже не в начале, но хотя бы в средине лета, чтобы кушать свои помидорки. Конечно, есть только один способ получить нам ранний урожай, это в более ранние сроки сделать посев и выращивать рассаду, но начинать выращивать более рано. Некоторые выращивают даже с января, но вот томаты в феврале многие сеют. Чем старше рассада, тем больше она развита, и в свою очередь это позволяет раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, всегда мы читаем на пачках, что ее высаживать надо, ну в возрасте там 60, 50, 60, 65 дней и все. Но, если вы хотите получить ранний урожай, рассаду, вот этот вегетационный период, который она проживает у нас дома, можно увеличить и до 70, и до 80 дней. То есть, рассада у нас дома может дожить вот до такого взрослого состояния, вот видите, вот та у меня уже цветет. Вот эти вот тоже они уже начинают цвести, вон бутоны. У них буквально уже скоро на днях начнут завязываться плоды. Вот ходить далеко не надо, вот у меня кустик очень хороший. Вот у него, вот они, толстенькие цветочные кисти. Ну вот как сделать так, чтобы обычно, как у нас бывает, высадишь рамно, она начинает вот так вот израстать. Вот есть яркий пример переросшей рассады. Она израстает, истончается, качество теряется, и такая рассада, наоборот, еще позже будет, еще дольше будет до созревания плодов, до формирования, потому что она ослабевает за это время. Вот как сделать так, чтобы и рассада была здоровая, такая крепкая, и чтобы она уже была взрослая, посеянная рамно. Что сделать, чтобы получить ранний урожай, и чтобы рассада была крепкая, здоровая. Но тут я уже говорила про это, что нужно создавать ей более благоприятные внешние условия. Увеличивать, ой, обязательно давать дополнительное освещение, и увеличивать площадь питания, именно количество грунта. Вот сейчас я вам покажу рассаду, посеянную в один и тот же день, но выращенную в разных количествах грунта. Я уже упоминала в одном из видео. Это вот госпожа Удача. Вот она, вот они, два сеянца, которые были в лотке, вот в таком. И вот госпожа Удача, которую я из лотка вовремя перенесла вот в такую, в пятилитровую емкость, где на каждую, на каждый кустик пришлось по два килограмма земли. Вот этого было ей достаточно. Но не обязательно пересаживать ее в пятилитровую бутыль, например. Можете просто, вот из-под газ воды или там под минеральной воды, двухлитровая пластиковая бутылка, по одиночку каждую посадить и все. Вот это самое важное. Конечно, я понимаю, что мы не можем все томаты пересадить в большие емкости. Поэтому у нас и вот такие есть. Да, у меня тоже есть вот такая рассада. Она некачественная, она переросшая. Но куда деваться, всем места не хватает. Видите, они там раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять сортов в одной лоточке. Это вот новые сорта у меня, на пробу, на испытание. Я вот там, ну что выйдет, то выйдет. А вот эти уже сорта не новые, они уже проверенные. Просто я решила проверить в этом году способ выращивания в баклушке без дна. Потом позже расскажу. И вот сейчас я хочу вам показать именно, что в обычных условиях, как мы всегда выращиваем, она получилась бы вот такая. Только дали ей дополнительный грунт, она вот такая красавица. Еще раз повторю, конечно, всей рассаде мы не можем дать. Но если вы выращиваете немного, например, если там вам надо для раннего урожая 10-20 корней, конечно, вы можете себе позволить вот в таких вот бутылях, в пятилитровых емкостях вырастить. Даже одну можно одной позволить, расти в пятилитровой бутылке. Зато смотрите, какие шикарные. Они уже идут в два ствола, уже у них пасынки, надо их уже пасынковать. И нижние листья надо обрезать. Это уже взрослые растения. Все, я сейчас их посажу. Просто у меня это высокорослые, двухметровые. Я их буду в другом ряду садить. Сюда их никак нельзя запустить. Они тут тень дадут. И вот они ждут своей очереди. Естественно, что вот с этой рассады, которая выращивалась в большом объеме земли, но свет-то был у всех, и будет самый ранний урожай. Даже если посмотреть, вот у этой, в один день посева, вот у этой крошечные-крошечные кисточки, а у этой уже вполне сформировавшийся бутон, он уже даже чуть расщелкивается. И естественно, что на таком кустике здоровом, он более сильный. Он быстрее сформирует плод, и он быстрее поспеет. Так что можно сеять и в самые ранние сроки. Вот эта посеяна 29 января. Я вот сейчас торопилась ее высадить, чтобы она не зацвела у меня дома. Вот я ее высадила. Она сейчас как раз приживется, адаптируется. И через неделю начнет свести. Вот это и будет получение раннего урожая. Все, до свидания. Я так подробно и долго говорила, только для того, чтобы вы поняли, что можно в любом регионе получать ранний урожай. Просто нужно посеять ранно и создать ей комфортные условия, те, которые ей нужны. Чтобы она не томилась вот так вот, как 40 штук в одном лотке. Чтобы был свет и было достаточное количество земли. 2 килограмма на одно растение, на взрослое. Вот в этом случае идеальным вариантом будет двойная пикировка. Я вот посеяла вот эту вот, например, даму. Потом распикировала в лотки. Они у меня были вот в таких лотках. И как только я увидела, что они сомкнулись, что начали загущаться, я ее быстренько вот сюда пересадила. Но я другие посадила вот эти в другое место. А вот эту именно в индивидуальный горшочек. И вот видите, какая красота. На будущий год, конечно, было бы места много. Можно было бы посадить и больше. Вот именно из таких, которые выращены в таких комфортных условиях, достаточно света, достаточно земли, будут самые качественные рассады и самый быстрый урожай. До свидания!